Всех приветствую на моем канале. Компания Hyundai показала полностью новое поколение своего популярного кроссовера Hyundai Tucson. Дизайн новинки выполнен в стиле прошлогоднего концепт-кара Hyundai Vision T. Последний, конечно, выглядел еще более авангардно, однако и серийная версия Tucson явно не потеряется в потоке. Кроссовер выполнен в новом фирменном стиле компании Hyundai, с визуально объединенными в единую композицию блоками передних ходовых огней и решетки радиатора. Сами блоки передних ходовых огней состоят из пяти разделенных светодиодных секций, которые визуально практически неотличимы от прямоугольных секций, расположенных на решетке радиатора. Передние же фары интегрированы в бампер и визуально скорее напоминают противотуманки. Вся оптика, естественно, полностью светодиодная. В подобном же стиле выполнено последнее поколение Hyundai Elantra. Новый фирменный стиль марки позволяет не перепутать автомобили Hyundai ни с какими другими. Сама подобная дизайнерская концепция получила имя Parametric Dynamics. Профиль автомобиля отличается крайне сложным хитросплетением линий и выштамповок. Арки передних и задних колес выполнены четырехугольными. Через переднюю дверь и переднее крыло проходит выштамповка, похожая на ту, которая в настоящий момент отличает актуальные автомобили Lada. От её угла начинается другая выштамповка, проходящая через всю боковину кузова. Последняя, в свою очередь, также разветвляется в двух направлениях в районе задней двери. Благодаря сильному наклону задней стенки крыши, новый Tucson обзавёлся купеобразным силуэтом. При этом сама задняя стойка выполнена хромированной. По низу кузова расположился обвес из некрашенного чёрного пластика. Сзади новый кроссовер отличается двумя ярко выраженными разделёнными секциями фонарей. При этом внешняя секция расположена на заднем крыле, а внутренняя – на крышке багажника. Сами фонари объединены светодиодной перемычкой. Через задний бампер проходит секция, выполненная в стиле передка автомобиля, а в нижней его части расположена имитация диффузора. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам дизайн нового Hyundai Tucson. Лично мне он показался излишне вычурным, особенно при взгляде сбоку. Однако, очевидно, такой внешний вид придётся по вкусу большинству покупателей. Ведь при разработке дизайна нового автомобиля всегда опираются на результаты маркетинговых исследований. Новый Tucson будет оснащаться колёсами с дисками диаметром от 17 до 19 дюймов. Автомобиль будет доступен в двух версиях – стандартный и удлинённый. Даже стандартная версия будет крупнее Tucson текущего поколения. Колёсная база автомобиля выросла на 10 мм, длина – на 20, ширина – на 15, а высота – на 5. Длина колёсной базы стандартного Tucson составляет 2680 мм, а удлинённого – 2755. Иначе говоря, прибавка составляет 75 мм. Задний свес у удлинённого Tucson также увеличен, поэтому разница в длине машин ещё более существенная, чем длина колёсной базы. Она составляет внушительные 130 мм. Ещё большая революция произошла в интерьере автомобиля. Он изменился до неузнаваемости. Приборный щиток теперь выполнен в форме планшета диагональю 10,25 дюйма, причём он не имеет никакого козырька. Центральная консоль вовсе лишена физических переключателей. Сверху на ней расположен дисплей мультимедийной системы, а под ней полностью сенсорный блок управления климатической установкой. Сам климат-контроль может быть трёхзонным. Диагональ же экрана мультимедийной системы в зависимости от исполнения может составлять 8 или 10,25 дюйма. Сама мультимедийная система получила наименование Blue Link. Помимо традиционной поддержки сервисов Apple CarPlay и Android Auto, она также предлагает возможность выхода в интернет и удалённый доступ к автомобилю со смартфона. В дорогих комплектациях новый Tucson будет комплектоваться аудиосистемой Basset. Последняя будет оснащаться режимом сна, в котором работают только динамики рядом с водителем, чтобы не тревожить покой остальных пассажиров. Выбор режимов автоматической коробки передач выполняется с помощью флешки на центральном тоннеле. Автомобиль оснащён электромеханическим стояночным тормозом. Автомобиль будет комплектоваться контурной амбиентной подсветкой салона, поддерживающей 64 цвета на выбор. Автомобиль получил рулевое колесо, аналогичное тому, что ставится на другие новейшие модели Hyundai, вроде последней Sonata. В базовой комплектации новый Tucson будет оснащён уже семью подушками безопасности. Помимо стандартных передних боковых и шторок, у него будет подушка, расположенная между передними сидениями. Она будет предотвращать сталкивание между собой водителя и переднего пассажира при ДТП. Климатическая установка имеет дополнительные замаскированные дефлекторы в салоне, которые помогают эффективнее распределять воздушные потоки. Дорогие комплектации нового Tucson получили функцию вентиляции передних кресел и подогрев заднего дивана. Спинка последнего может быть разделена на две или три части, в зависимости от исполнения. Состояние между рядами у стандартного Tucson выросло на 26 мм. Объём багажника у стандартной версии составляет 620 литров. Пространство для багажа можно увеличить, сложив задний ряд сидений. В таком случае в вашем распоряжении окажется 1799 литров полезного пространства. Hyundai Tucson 4-го поколения построен на полностью новой платформе. При этом у него сохранилась традиционная для сегмента схема передних и задних подвесок. Передняя подвеска представляет собой стойкий Макферсон, сзади же многорычажка. Автомобиль будет доступен как со стандартными пассивными амортизаторами, так и с адаптивными амортизаторами за доплату. Рулевой механизм с электроусилителем на рейке. Кроссовер будет доступен как в переднеприводном, так и полноприводном исполнении. Полный привод, как и прежде, выполнен подключаемым автоматически при прогугусовке передних колёс. Полноприводные автомобили будут давать возможность водителю вручную выбирать режим работы полноприводной трансмиссии. Всего будет несколько предустановок для разных типов покрытия. У нового Tucson будет широкий пенчинь средств активной безопасности и электронных помощников. В их числе адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и удержания в полосе. В дорогих комплектациях у Tucson будет система камер кругового обзора и автопарковщик. Причём загнать автомобиль в парковочное место и выкатить обратно можно будет дистанционно с помощью кнопки на пульте. В будущем у кроссовера возможно появление и автопилота, но здесь всё зависит от законодательства. Для кроссовера будет доступна широкая гамма силовых агрегатов. В Европе базовыми моторами станет бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, выдающая 150 л.с., а также турбодизель того же объёма, выдающий 115 сил. Оба мотора будут сочетаться с шестиступенчатой механикой. Ставка, однако, сделана на мягкие гибриды с 48-вольтовым стартёр-генератором. Такие машины будут оснащаться уже упомянутым турбомотором 1,6, выдающим 150 или 180 л.с. в зависимости от исполнения. Также они смогут комплектоваться форсированным до 136 л.с. дизелем того же объёма. Все эти двигатели будут сочетаться с инновационной механической коробкой передач AMT, у которой педаль сцепления механически не связана непосредственно со сцеплением. Фактически его выжим производится электроникой. Также для этих машин будет доступен 7-ступенчатый преселективный робот. В отличие от младших модификаций, которые будут лишь переднеприводными, старшие за доплату будут предлагать подключаемый полный привод. На рынке Северной Америки новый Hyundai Tucson будет предлагаться с атмосферным мотором объёмом 2,5 литра семейства SmartStream. Двигатель оснащён непосредственным спрыском топлива. В нашей стране в данный момент он предлагается для новой Kia K5. Так что вполне вероятно его появление и для нового Tucson, предназначенного для российского рынка. Данный двигатель выдаёт 190 л.с. Для рынка Южной Кореи будет предложен 2-литровый турбодизель, выдающий 186 л.с. Оба этих двигателя будут сочетаться с классическим 8-ступенчатым автоматом. В базовом же исполнении для российского рынка новый кроссовер будет предлагаться со старым проверенным 2-литровым атмосферным мотором, выдающим 150 л.с. Он будет сочетаться как с 6-ступенчатой механикой, так и со старым 6-ступенчатым автоматом. Также у кроссовера будет полноценная гибридная модификация. Его силовая установка будет состоять из бензинового турбомотора объёмом 1,6 литра, выдающего 180 л.с., который будет сочетаться с 60-сильным электромотором, который встроен в 6-ступенчатый автомат. Совокупная мощность такой силовой установки составляет 230 л.с. При этом на чистой электротяге такая машина передвигаться не сможет, ведь ёмкость встроенной тяговой батареи составляет всего 1,5 кВт, иначе говоря, она будет лишь помогать на разгоне. Через год же появится более продвинутый подзаряжаемый гибрид с более крупным аккумулятором и более мощным электромотором. Совокупная мощность такой силовой установки будет составлять 265 л.с. Такая машина уже сможет проезжать 50 км на чистом электричестве. Продажи нового Hyundai Tucson на рынке Южной Кореи начнутся до конца сентября. В Европе машина появится до конца года. В России продажи нового кроссовера должны начаться в начале следующего года. Цены на новинку, естественно, станут выше. Текущий Tucson в базовом исполнении с 2-литровым мотором, передним приводом и механической коробкой передач начинается от 1,584 млн. Новинка будет не купить дешевле 1,7 млн. Полноприводное исполнение будет начинаться от 1,850 млн. Оно же с автоматической коробкой от 1,9 млн. Tucson с двигателем 2,5 литра будет лишь полноприводным. Он будет начинаться от 2,1 млн. Цена топового исполнения уйдет за 2,5 млн. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новый Tucson, планируете ли вы купить себе этот кроссовер. На данный момент это вся информация о новинке. Прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк, а также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей автопрома. На данный момент у меня всё. Огромное вам спасибо за просмотр. Удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok